Всем привет, ребят, с вами снова Лёха, и последнюю неделю мои соцсети просто забиты этими попитами, симплдимплами и прочим. У меня немного уже плывёт мозг от этого, и данная штучка натолкнула меня на создание, наверное, новой рубрики на моём канале. Ну а перед тем, как я всё расскажу и покажу, пожалуйста, поставь лайк этому ролику, напиши любой комментарий, и не забудь подписаться на канал, ребят. Я очень сильно хочу добить эти 100 тысяч подписчиков. У меня скоро кое-какое интересное мероприятие, и я хочу на нём уже быть с этой соточкой. Всё, ребят, а теперь начинаю рассказывать. Короче, благодаря всему вот этому безумию на фоне симплдимплов, попитов и прочей жести, что сейчас происходит в Инстаграме, в ТикТоке, да абсолютно во всех соцсетях, я придумал небольшую такую рубрику на канале, которая будет выходить не так чётко, как хотелось бы, но всё равно. Это мемы на холстах. Тут я буду просто рисовать мемасы, которые будут либо тупыми, либо не тупыми. На данном этапе вы можете спросить, Лёх, как тебе вообще в мозг пришло нарисовать вот это? Именно то, что ты рисуешь сейчас. А я вам отвечу, всё очень просто. Как вы знаете, я почти каждый день стримлю на Ютубе, и мы рисовали вроде бы картинку для предпоследнего ролика, который вышел вот пару дней назад, и в чате началось вот это всё. Попиты, симплдимплы, все дела. И я что-то подумал, такой, всё, ребятки, на следующем стриме я нарисую попит. Это было что-то с чем-то. Когда я рисовал эскиз, было 4 утра, но я не мог просто не смеяться. Потому что это, во-первых, звучит тупо, а во-вторых, выглядит ещё тупее. Благо, у меня остался последний круглый холстик. Вот этот вот самый любимый мой, блин, вообще формат. И я такой, сделаю на нём какая попит. Ну и, естественно, использую я свои любимые акриловые маркера. Ну и также, многие спрашивают, Лёх, какие краски ты используешь? Потому что они же видят, что я вот кистью иногда рисую и прочее. Ребят, открою вам просто гигантскую тайну, которую, наверное, использует большинство людей, которые рисуют на холстах и которые рисуют в основном маркерами. Это не краска. Это как раз-таки тот состав, который находится в маркерах. Да, вы просто сильно перепропитываете маркер, чтобы из него прям текла красочка. А дальше просто кистью уже работаете так, как вам нужно. Но у этого способа есть небольшой минус. Краска из маркеров любит очень быстро сохнуть. Особенно молотовский чёрный. Поэтому расход у такой банки просто гигантский. Но зато плюс. Ты можешь делать вообще абсолютно всё. Даже максимально тончайшие детальки, максимально тончайшие линии прорисовывать. Потому что кисти маркера это всё-таки разные вещи. Можно взять там какую-нибудь 0-0-0-0-0-0 кисть, которая будет вообще просто волоском. И делать ей такие штуки прикольные. А состав данных красок мне нравится больше, чем обычный там баночный или тюбичный акрил. Ну, как-то так. Также достаточно большое количество людей интересовалось, что же за холсты я использую. Ребят, на самом деле всё очень просто. Холсты вы можете использовать любые. Я в основном рисую на подрамниках. По одной простой причине. Их можно повесить, их можно поставить. Они просто объёмные, классные, крутые. А вот с выбором холста это уже каждый думает сам. Просто ходите в магазины. Допустим, я в основном закупаюсь в лавке художника. Но ещё есть в Красноярске одно прикольное место. Называется Красхолст. Находится в центре. Погуглите. Там адресочек. Ребята делают именно специализированные холсты, багеты, рамы и прочее. Всё, что нужно для картин. То есть ребята именно этим занимаются. И их холсты, вот как раз таки в этом ролике, холст от них, они мега крутые. Потому что, в отличие от тех же пинаксов заводских и прочих, там, малевичей всяких, Вот эти холсты прикольны тем, что они с задней стороны пропитаны то ли лаком, то ли клеем, то ли непонятно чем. Ну, короче, чем-то очень прикольным. Из-за того, что задняя сторона холста пропитана чем-то, холст становится максимально плотным. И даже не нужны распоры, которые вы можете наблюдать в любом покупном холсте, Которые вставляются в боковины рамы и этим самым его натягивают. Из-за этого клея или это... Да я не знаю, что это, но холст становится крепким, упругим, жёстким и клёвым. То есть, даже если у вас тяжёлая рука, как у меня, Во время работы с этими холстами у вас не будет абсолютно никаких проблем В плане того, что они там просядут во время работы или ещё что-то. И да, ребят, скажу сразу, это не реклама. Чуваки не знают, что я снимаю видосы. Я просто покупаю их холсты. Причём даже не напрямую у них. Поэтому не надо писать, что я продался или ещё чего-то. Чуваки просто действительно классно делают. У них вроде доставка есть и всё такое. Поэтому вот. Также у многих людей возникал вопрос, Как придумать свой стиль? Или как ты придумал свой стиль? Ребят, мне кажется, ответ на данный вопрос кроется в самом вопросе. А вот как бы в том слове, которое придумал. Придумал. Типа, это главное слово. Придумал. Ну, как что-то можно придумать? Правильно. Ты садишься, начинаешь думать и придумываешь. На самом деле, это работает немного по-другому в плане разработки собственного стиля. От этого, как бы, просто то, что ты придумал, сразу стилем не станет. Это нужно сидеть, работать. Это требует просто гигантское количество времени. Гигантское количество практики. Нужно просто сидеть, рисовать, рисовать, перерисовывать тонны скетчбуков, бумаги, выявлять какую-то фишку, развивать её. И так со временем, за несколько лет, к тебе придёт уже осознание полное. То, чего ты делаешь. И это всё выльется именно уже в твой стиль, который будет отображать тебя. Также ребята, которые спрашивают, а можно позаимствовать вот это, вот это? А, ребят, а, собственно, зачем? Вы хотите рисовать? Так рисуйте. В чём проблема? Зачем вам заимствовать у кого-то какие-то фишки, какие-то идеи, какую-то вообще там идею самого стиля и прочее? Просто зачем? Типа, суть рисования в том, что вы рисуете то, что у вас в голове. А не то, что вы видите в интернете. Видите, о, у этого чувака много подписчиков. Если я буду рисовать так же, у меня тоже будет много подписчиков. Нет, это так не работает. Это работает немного по-другому. У вас, возможно, будет много подписчиков, но поверьте, это будет аудитория этого чувака, которая будет вас засирать просто максимально. Я думаю, это ни для вас, ни для кого плюсом как бы не станет. Это просто лишняя трата времени. Ребят, не пытайтесь подрезать у кого-то фишки. Рано или поздно вы найдёте себя. Вы найдёте то, что делает вас индивидуальным художником. И вы найдёте как раз-таки то, что называется стилем. Ведь стиль это не просто какие-то там две фишки в рисунке, которые ты используешь каждый раз и типа, всё, это мой стиль. Нет, стиль это совокупность вообще всего в работе. То, как ты делаешь линии, то, какие у тебя контура, как ты бликуешь, не знаю, как ты заливаешь, какие у тебя там, какая у тебя игра с цветами, какая у тебя игра с фоном. Всё это в совокупности строит стиль. Стиль это не отдельные какие-то там, я точки понатыкал, значит, я твой стиль взял. Нет, это не стиль, это просто точки. Так же с завитками, так же с всякими другими штуками. Это просто фишки художника. Стиль это всё то, что он делает в работе. Также у людей был вопрос. Лёха, что проще? Рисовать на бумаге, на холстах или в диджитале? Ребят, вот у меня только один вопрос. Вы серьёзно думаете, что если вы купите айпад, вы от этого типа круче рисовать станете, или он за вас рисовать станет? Нет, нифига. В айпаде максимум ничего полезного, это там отменить действия двумя этапами и прочее. Остальное это то же самое, что вы рисуете на бумаге. Тут нет никаких-то там упрощений, усложнений. Да, вам просто не нужны какие-то посторонние материалы и посторонние действия. У вас всё есть в программе, но не более. Поэтому нет какого-либо смысла вообще думать, вот если я сейчас куплю себе графический планшот или айпад, вот это, я стану профессиональным художником. Нет, ты не станешь вот этого профессиональным художником, твой скилл от этого вряд ли вырастет, потому что я бы советовал переходить на диджитал уже, когда вот ты более-менее скилловый там на бумаге или ещё где-то. Просто диджитал упрощает, наверное, сам процесс визуализации, потому что тебе не нужно подбирать цвета, мешать цвета, ещё что-то с ними делать. Ты можешь просто вытянуть шторку с цветом, выбрать цвет, который тебе нужен, и уже делать с ним что хочешь. Да, на айпаде, в принципе, ты сможешь понять уже там основы теней, которыми там у тебя могут быть проблемы на бумаге или ещё что-то, но каким-то прям топ-уровнем тебя это не сделает. Диджитал творчество это клёво, это классно, это просто упрощение того, что есть. Не умея рисовать или быть достаточно лоу-скильным чуваком, покупка айпада или графического планшета тебя не сделает крутым художником. Тебя сделают крутым художником только количество часов, которые ты потратил как раз-таки на рисование. Так же, так как новые люди приходят на канал, всех всё-таки интересует. Лёх, как ты научился рисовать, не ходя в художку? Ребят, а вы видите у меня какие-то академические работы, какие-то пейзажи, натюрморты, портреты? Я не умею в академ абсолютно. Мне это никогда, в принципе, не было интересно. Мне нравилось рисовать то, что я вижу, то, что меня окружает и то, что для меня прикольно. В художку, в принципе, тебе не надо ходить, если ты хочешь что-то прикольное делать. У меня есть там достаточно большое количество знакомых дизайнеров, которые поступили на дизайн, учатся там или уже отучились, но они в художке не были ни разу. Они типа ничего вообще не умеют в плане там рисовки, особенно академии. Ребят, художка учит тебя именно академизму. Именно тому, что вот, типа вот так вот ты должен рисовать голову, а вот так ты должен рисовать руку, вот так тут должен упасть свет и никак по-другому. А уже творчество людей, как раз таки, оно немножко переходит эти рамки и тебе как-то немножко без разницы. Ты можешь сделать, в принципе, персонажа, который будет выглядеть... Ну, он же не по академическим пропорциям сделан, но он по твоим пропорциям выглядит шикарно, прикольно и очень круто. Поэтому, ребят, не обязательно ходить в художку, не обязательно ходить на какие-либо курсы, какие-то там школы записываться и прочее. Да, если вы хотите научиться рисовать что-то там реалистичное, что-то клёвое, там, пейзажи какие-то писать, там, акварелькой или ещё чем-нибудь, да, вам художка пойдёт, потому что там как раз таки идёт упор на это. А если вы хотите уже рисовать там каких-то своих персонажей, какие-то свои картинки, стикеры, что-то ещё, ну, короче, вот такое вот мелкое, клёвое, стильное, прикольное, то художка вам в этом мало чем поможет. Да и, в принципе, если вы граффити рисуете, вам тоже художка мало чем поможет, там вас шрифтам вообще не будут учить. Максимум каким-то простым каллиграфическим шрифтам, которые вы будете вписывать во всякие отмывки, во всякие проекты там. Но для вас это вряд ли что-то откроет крутое и прям апнет ваш скилл просто до небес. Нет, вы просто будете сидеть, рисовать очередную голову, бутылку, ковшин, яблочко и всё. Но, в принципе, мало чему интересному вас там научат. Ещё раз говорю, художка нужна, если вы в дальнейшем планируете поступать в какую-либо творческую вышку, в какой-либо творческий колледж, да и то на данный момент, как я знаю, уже большинство факультетов дизайна не требуют как раз-таки обязательного конкурса по академическому рисунку, а они требуют конкурс по вашим проектам. Как раз-таки то, чего вы уже сами придумали, то, что вы сами зарисовали, то, что вы сами как-то сделали. Поэтому как-то так. Меня, кстати, радует, что уже в натуре не нужна для учёбы на дизайнера вот эта вся академия, которая, в принципе, тебе никак не понадобится на дизайне. Но творческий конкурс нужен. Там, чё, я не помню, там голова, геометрическая какая-то композиция и ещё какая-то третья штука. Ну, я когда хотел поступать на такую штуку, я смотрел эти экзамены такой «Вау! А что это? Это вообще как делать?» Я даже думал, блин, сейчас сяду, типа, вот год целый буду учиться академическому рисунку. Ну, чё-то, короче, мне как-то так впадло стало, а потом я вообще рисовать даже забросил. Поэтому, ребят, художка мало чему вас научит в плане стиля, стилизации и прочему. Всё это учится сам художник. Художка максимум даст вам скилл, там, в каких-то штриховках, в пропорциях, в перспективе, но не более. Да и плюс мы живём в такое время, где уже, в принципе, вот этот академический рисунок, там, сверхреалистичные портреты, в принципе, никому не нужны, потому что есть куча контор, которые делают эти портреты через фотошоп, печатают их на холстах за 2000 рублей и отправляют вам. Художники такого плана уже малоинтересны. Да, я соглашусь всё равно, у них есть клиенты, у них есть заказы, но они притягивают к себе как раз-таки уже такую, знаете, олдовенькую аудиторию, а не каких-то молодых ребяток, которым это будет действительно вкатывать, которые будут это развивать, будут это двигать. Ну, я с этой стороны немножко как раз-таки вот этот вот молодёжный художник, потому что мне нравится, когда это всё ярко, странно и непонятно. Я не люблю академию, я не люблю реализм, но я не осуждаю, не говорю что-то плохого про людей, которые работают как раз-таки в реализме, в академии и прочем. Они делают своё, я делаю своё. Мне нравится рисовать прикольные яркие штуки, им нравится рисовать головы, яблочки и прочее. Все останутся при себе, как всегда. А по итогу вот такой вот поп-ит получился. Всем спасибо за просмотр, ребят, с вами был Лёха. Набираем на этом видео 15 тысяч лайков, я рисую самодельный симпл-димпл. Ха! Пиши комментарий, ставь лайк, а я пошёл до следующего ролика. Йоу! Пиши комментарий, ставь лайк, а я рисую самодельный симпл-димпл. Пиши комментарий, ставь лайк, а я рисую самодельный симпл-димпл. Пиши комментарий, ставь лайк, а я рисую самодельного симпл-димпл.